Проверяем ваших парней на меркантильность. Подходишь ты, значит, к нему и говоришь, «Любимый, я даже не знаю, как тебе сказать, но вот какой-то старый пердун, совершенно мне непривлекательный, предложил за ночь со мной какую-то там большую сумму денег». Только называем, пожалуйста, не миллион долларов, да, а что-то такое более реальное. То, что для вас вроде бы и большая сумма, но в то же время, да, что-то такое земное. Ну, не знаю, например, там у вас сейчас нет квартиры, и тут вам предлагают якобы 50 тысяч долларов, до этого вам хватит на какую-то малюсенькую квартирку купить. И посмотрите, пожалуйста, на реакцию вашего парня. Естественно, вы там тоже можете сказать, что я же тебя люблю, и он мне не нравится, но вот я думала, что хоть таким образом мы сможем там эти денежки заработать и там воплотим какую-то нашу мечту, купим то, что мы так давно хотели, там, напополам это всё поделим, я тебе дам половину этой суммы, либо вообще квартирку я на тебя эту запишу, чтобы ты там ничего плохого обо мне не подумал. И смотрите на его реакции. Если он согласится, так что-то замнётся, он вроде бы, ну да, тут денежки, да, и не хочется упускать такую возможность, и он вас, грубо говоря, продаст, то вы должны понимать, осознавать чётко, с кем вы встречаетесь, с каким человеком. Привет! Что-то из серии каких-то удивительных женских историй. Но вообще, знаете, я так скажу. Во-первых, если женщина вам уже вот об этом говорит, что вот ей кто-то что-то предложил, вот она такая вся востребованная, это уже говорит о том, что она манипулирует, и, соответственно, такие женщины не нужны. И дальше ещё вот такой момент. Если она вообще вам говорит, что кто-то там её там чем-то заманивает, то вам такая женщина по определению не нужна, потому что она общается с разными мужчинами, которые, собственно, вплоть до предложения денег ей дают. Как бы это тоже глупо. Такие женщины, соответственно, вам тоже не нужны. Но если мужчина согласился всё-таки, даже в этой какой-то там чудо-истории, согласился на вот такой расклад, сказал, да-да-да, давай вот там иди там продайся, отдайся, да, то это говорит о том, что либо он old, либо действительно человек просто банально вас не любит. Но мне кажется, такие ситуации бывают намного реже, чем женщины просто втихаря за спину мужчины, спят с другими мужчинами за деньги, потому что мало что изменьшится, так ещё и из жадной доодуре просто бабенцы. Таких случаев куда больше, нежели где мужчины просто продают своих женщин в угоду своим интересам каким-то.